В принципе, я общаюсь с молодежью своего возраста, и среди моих знакомых, по крайней мере, это все воспринимается как шутка какая-то, потому что, как и я думаю, что в принципе Россия, она не так заинтересована в Эстонии. Против России ничего такого не имею, но не знаю, как воспримет это остальное народ, но учитывая, что у нас большая часть населения, это все-таки люди пожилые в Нарве и в Эстонии в принципе, то я думаю, это будет воспринято, наверное, даже может быть положительно. Я не думаю, что Россия будет как-то нападать на Эстонию. Единственное, что мне нравится, что здесь натовские войска, в ТАПа, да, свои войска, это, конечно, никому не нравится. Кому понравится, когда у тебя на границе получается Европа, и тут же приходят натовские войска, это никому не нравится. Если они еще более приблизятся, то, конечно, тогда да, есть вероятность того, что Россия будет защищаться, но она не пойдет сюда. Возможно, так, что она защитится более со своей стороны, поэтому никто не пойдет туда и никто не пойдет сюда, если, конечно, НАТО там не передумывает. Глупости какие-то. По-моему, вся угроза идет со стороны Европы больше, чем с Россией. Америка провоцирует, всем все понятно. Да, даже сейчас уже в Европе понимают уже, что как бы все с Америки идет, и, ну, уже многие с Россией пытаются наладить контакт, и все хорошо будет по-любому. Ну, находясь в Нарвии, я не чувствую этой опасности, и представить ее себе, ну, в общем, не могу при всей моей фантазии, и, может, слава Богу. Люди думают об этом, но, вот, честно говоря, я говорю, никакой не истерики, ничего, и думаю, что все от людей зависит. Поменьше телевизор смотреть, больше встречаться с друзьями, вот, и надеюсь, тогда мы избежим как-то этой войны. Значит, будем работать на другой работе? Или на биржу встанем? А какие планы еще? Можем уехать жить куда-то? Этого добивается государство? Все-таки господа из Ригикогу призадумаются о почти ста тысячах жителей Идавирума, что это тоже люди, у них есть семьи, и кто хотел бросить Эстонию и уехать, они уехали. Чтобы они считались вот с этим населением Идавирума, и немножко пошли навстречу, и тогда результат будет впечатляющий, как народ повернется лицом не за речку, которые смотрят, вот все сейчас туда, вот там Путин такой герой, а повернуться сюда, вот здесь за нас тоже думают. Кто-то начал и посмотрели, что там, какие требования на Б-2, они поняли, что это не потянуть им. Ну, в принципе, никто не отказывается учить, согласны, там, ну, хотя бы один, а два, чтобы оставалось, в принципе, это был и шок, и считайте, тут и так, и до Вирмы, особенно, работы нет, а оставаться еще до 500 семей. И так у таксиста заработков нет практически. Я предлагаю власти все-таки включить, наконец-то, мозг и уменьшить языковые требования до категории А2 хотя бы, ну, и сделать срок до 2020 года. Нас по полной программе душат, душат как могут, говорят о какой-то там, не знаю, демократии, о каком-то равноправии, ну, честно признаться, я этого не вижу. Редактор субтитров А.Семкин